Можно ли предположить, что строение Солнечной системы — результат разумного вмешательства? Или все так удачно движется, строго по законам природы, которые просто не до конца исследованы человечеством? Сейчас вы увидите аномалии нашей Солнечной системы, объяснить которые бессильны даже самые светлые астрономические умы. За последние четыре года, благодаря космическому телескопу Кеплер, мы узнали, что в нашей галактике очень много планет. Но самый интересный факт, который добыл для нас Кеплер, это то, что среди всех этих планет нет ничего подобного нашей Солнечной системе. Этот факт прекрасно виден на примере анимации планетарий Кеплера-4. Разница орбит сотен экзопланет из базы данных Кеплера с нашей собственной Солнечной системой сразу бросается в глаза. До начала миссии Кеплера в 2009 году астрономы предполагали, что большинство экзопланетных систем будут устроены по типу нашей. Маленькие каменные планетки ближе к центру, огромные газовые гиганты в середине и ледяные куски камня на периферии. Но оказалось, что все устроено гораздо причудливее. Кеплер нашел горячие Юпитеры, огромные газовые гиганты, которые практически касаются звезд системы. Всего более 700 звездных систем, и ни одна из них не похожа на нашу. Что скажут признанные во всем мире ученые-астрономы? Начнем с профессора астрономии Фредерико Рассио. Форма орбит экзопланет вытянутая, а не круговая. Планеты оказываются не там, где мы ожидаем их увидеть. Многие подобные Юпитеру планеты-гиганты, известные как горячие Юпитеры, оказываются так близко к звездам, что обращаются вокруг них за несколько дней. Такая бурная история оставляет очень мало шансов для образования спокойной Солнечной системы, подобно нашей. И наши модели подтверждают это. В этом же духе высказался Леонид Ксан Фомолити, заведующий лабораторией отдела физики планет Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук. Планетарные системы построены по принципу «самая большая планета расположена ближе всего к своему Солнцу». У нас же вблизи Солнца крутится маленький Меркурий, а орбиты планет-гигантов Юпитера и Сатурна проходятся вдали от светила. Разумеется, есть научные модели, обосновывающие такое аномальное расположение. Но на практике, глядя в телескопы, астрономы похожих систем пока не обнаружили. И обнаружат ли? Вот в чем вопрос. А этот факт многим известен со школы. Расстояние от Солнца до планет определяется простейшей закономерностью и выражаются вот этой несложной формулой. Где N – порядковый номер планеты, а R – расстояние до планеты в астрономических единицах. При этом одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца. То есть, чтобы вычислить расстояние от Солнца до любой планеты, нужно лишь знать расстояние от Земли до Солнца. Вам не кажется странным, что из всех планет Солнечной системы именно Земля, единственная обитаемая планета, играет столь важную роль в этом уравнении? На самом деле, есть одна версия, которая все объясняет. Известный философ и трансгуманист Ник Бостром в 2003 году опубликовал работу «Мы живем в компьютерной симуляции». В ее рамках он предположил, что наш мир – виртуальная реальность, которую придумала какая-то развитая цивилизация. Ну а с развитием компьютерных технологий, все больше и больше людей с учеными степенями начинают на серьезных щах обсуждать и искать доказательства симуляции нашего мира. И все уже слышали про Илона Маска, который убежден в том, что все вокруг – это виртуальная реальность. По оценкам многих специалистов, где-то лет через 50-100 вычислительные способности компьютеров вырастут в миллионы раз. Благодаря этому мы можем создавать виртуальные миры настолько реалистичные, что их персонажи фактически будут иметь разум, но не иметь понятия о том, что живут в симуляции. Если человечество медленно идет к созданию масштабной виртуальной реальности вокруг себя, так что мешает предположить, что это уже сделал другой разум Вселенной и мы – часть данной компьютерной реальности? Современная наука считает, что 99% Вселенной состоит из некой пустоты, которую еще называют темной энергией или темной материей. Темными их называют не потому, что в них недостаточно света, а то, что у современной науки о них практически нет хоть каких-то данных. Мы знаем только 1% Вселенной. Как мы вообще можем на 100% утверждать, что она реальна? Что если все эти аномалии в Солнечной системе – ориентированность на Землю – доказательство того, что наш мир – это симуляция? И мы не замечаем виртуальность нашего мира точно так же, как незамечаем панду на этой картинке, которая затесалась среди снеговиков. Но вернемся к 1% наблюдаемой Вселенной. Есть в ней такие штуки под названием орбитальные резонансы. Это явление, когда периоды обращения двух или более небесных тел соотносятся как небольшие натуральные числа. В результате эти тела периодически сближаются, находясь в определенных точках своих орбит. Что с ними не так, расскажет Сергей Язев, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики РАН, кандидат физико-математических наук. Известно, что орбита Урана обладает резонансом 1 к 3 относительно Сатурна. Орбита Нептуна резонансом 1 к 2 относительно Урана. Орбита Плутона резонансом 1 к 3 относительно Нептуна. Можно предположить, что Солнечная система создавалась либо подправлялась с целью выращивания земной цивилизации. Об этом же говорит астроном Леонид Ксан-Фамалити. Орбита Сатурна проявляет резонанс 2 к 5 относительно Юпитера. Структуру Солнечной системы, судя по всему, определил именно Юпитер, поскольку параметры орбит всех планет находятся в правильных с его орбитой соотношениях. Однако образование Юпитера на его нынешней орбите – маловероятное явление. Несмотря на большое количество моделей, объясняющих резонансные свойства Солнечной системы, можно иметь в виду и модель искусственного вмешательства. Немного подробнее о резонансе вы можете посмотреть в нашем выпуске, посвященном звуку. А мы продолжаем. Движение Меркурия согласовано с движением Земли. Время от времени Меркурий находится с Землей в нижнем соединении. Так называют положение, когда Земля и Меркурий оказываются по одну сторону Солнца, выстраиваясь с ним на одной прямой. Нижнее соединение повторяется каждые 116 суток, что совпадает со временем двух полных оборотов Меркурия, и встречаясь с Землей, Меркурий всегда обращен к ней одной и той же стороной. Наша соседка Венера тоже тает в себе множество неразрешимых загадок. Почему у нее нет магнитного поля и радиационных поясов? Почему вода из недр тяжелой и разогретой планеты не выдавливается в атмосферу, как это произошло на Земле? Почему Венера вращается не с запада на восток, как все планеты, а с востока на запад? Может быть, она перевернулась вниз головой, и ее северный полюс стал южным? Или кто-то зашвырнул ее на орбиту, закрутив предварительно в другую сторону? Венера с периодичностью в 584 дня сближается с Землей на минимальное расстояние, оказываясь в нижнем соединении, причем в эти моменты Венера всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Этот странный взгляд глаза в глаза не может быть объяснен с точки зрения классической небесной механики. Вот визуализация взаимного движения Земли и Венеры. Масштаб условный, но представление получить можно как раз в лучах этого удивительного цветка планеты смотрят друг на друга. Таким образом, Венера и Меркурий обладают так называемым резонансом второго рода, ориентируются не на Солнце, а на Землю. Из всего вышесказанного напрашивается один вполне себе крамольный вывод. Функционал четырех ближайших к Солнцу планет был первоначально связан с организацией условий, пригодных для жизни. А планеты-гиганты, которые в других системах никогда не находятся на последних рядах, явились непосредственным двигателем механизма под названием Солнечная система. Вот такая планетарная инженерия. Но пришло время присмотреться к Марсу. Сначала немножко конспирологии. Относительно недавно были вскрыты факты фальсификации НАСА настоящего цвета изучаемого Марса. Внимание публике привлекло фото, где запечатлен сотрудник агентства на фоне двух мониторов, где цвета Марса очень схожи с земными. Глубое небо, серые и коричневые скалы. В результате исследований выяснилось, что снимки Марса на самом деле очень похожи на земные. Есть версия, что все съемки Марса делаются на Земле. Другая точка зрения говорит о том, что атмосфера на Марсе гораздо ближе к земной, чем это принято считать. Вот еще несколько аномалий Марса, которые указывают на то, что условия жизни на этой планете были не так далеки от земных. Затем произошел катаклизм, который нарушил орбитальные и климатические характеристики планеты. У него эллиптическая, как будто чем-то или кем-то нарушенная орбита, которая ежегодно приносит его близко к Солнцу и затем относит очень далеко от него. Скорость вращения планеты гораздо меньше, чем ей следовало бы быть. У Марса почти нет магнитного поля. На протяжении долгих периодов его ось вращения выписывает в пространстве дикие кренделя, коренным образом меняя угол своего наклона к Солнцу. Огромное большинство марсианских ударных кратеров гораздо больше, чем следовало, по статистической вероятности и теснится в полушарии к югу от так называемой линии раздела. Северное полушарие гораздо меньше изрыто кратерами и представляет собой сплошной бассейн на 3 километра ниже по высоте, нежели южное полушарие. Линия раздела между севером и югом физически отмечена на поверхности Марса откосом гористого южного полушария. Этот уникальный раздел обегает вокруг всей планеты огромной неровной окружностью, которая пересекает экватор под углом около 35 градусов. Уникальная примета Марса, прорытая в его поверхности, чудовищная бездна долины маринеров 7 километров глубиной и 4000 километров длиной. Большинство ученых до сих пор склоняется к мнению, что Фобос и Деймос – это астероиды, попавшие в гравитационный плен Марса. Однако эта теория, по словам профессора Вирджинского университета Фреда Сингера, вступает в противоречие с законами физики и не может объяснить, почему оба спутника двигаются вокруг планеты по почти круглым и экваториальным орбитам. Период вращения вокруг оси каждого из спутников совпадает с периодом обращения вокруг Марса. Но есть планета, которой повезло даже меньше, чем Марсу. Ту самую простую формулу еще в XVIII веке обнаружила парочка астрономов Титсус и Боде. В честь них и была названа эта закономерность. Однако в этой последовательности было одно незанятое место. Отсутствовала планета, которая должна была находиться между Марсом и Юпитером на расстоянии примерно 2,8 астрономических единицы от Солнца. На ее месте расположен пояс астероидов. Причины, по которым планета разрушилась, достоверно не установлены. Гипотетическую планету назвали Фаэтон. Если подставить в формулу закона всемирного тяготения справочные данные по Земле, Луне и Солнцу, то в момент, когда Луна пролетает между Землей и Солнцем, например, в момент солнечного затмения, сила притяжения между Солнцем и Луной более чем в два раза выше, чем между Землей и Луной, так что спутник Земли по закону всемирного тяготения давно должен был слететь с орбиты. Об этом мы уже кое-что говорили в выпуске про гравитацию. Не верите? Посчитайте сами, очень удивитесь. Почти у всех спутников осевое вращение синхронно с орбитальным. Астрономам известно, что постоянно обращены к своим планетам одной стороной спутники Земли, Марса, Сатурна, кроме Гипериона, Фебы и Эмира, Урана, Нептуна, кроме Нереиды и Плутона. В системе Юпитера такое вращение характерно для значительной части спутников, в том числе всех Галилеевых. А пара Плутон-Харон уникальна вдвойне. Они вращаются, будучи всегда обращенными одними и теми же сторонами друг к другу. Для проектировщиков космических лифтов они стали бы идеальным полигоном по отработке технологии. Но если мы строим космический лифт пока только в фантастических книгах, то кто-то, похоже, уже занимался строительством реальных звездных систем. Или все-таки проще было организовать симуляцию, виртуальную вселенную? Что думаете по этому поводу? Самое время переместиться в комментарии и узнать мнение экспертов. Ну и специально для тех, кто уже поставил оценку этому выпуску, повторим эту картинку, а то вдруг панду вы так и не нашли. До скорых встреч на Крамоле.